Два часа дня в Одессе. В прямом эфире седьмого новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Старый «Жигуль» наделал переполох возле областного управления СБУ этой ночью. Кинологи и взрывотехники проверяли машину на наличие взрывчатки. Автомобиль был оставлен возле въезда на режимный объект по улице Екатерининская. Движение было перекрыто, а квартал оцеплен. На вызов прибыли милиция, полиция, пожарные и скорая помощь. Пришел вызов экипажу, что вроде как подозрение на заминирование есть. Насколько там правда, не знаю, посмотрели автомобиль. Вроде там что-то есть, какие-то предметы, не знаю, непонятного происхождения. Взрывотехники работают, там дальше будет видно. Выяснили, что владелец машины – пенсионер 42-го года рождения. К нему отправили оперативную группу для получения разрешения на досмотр авто. Через два часа машину, наконец, вскрыли. Оказалось, предметами, которые вызывали подозрения, стали старые бушлаты и саперные лопатки. По словам одного из сотрудников СБУ, на машине ездит скупщик старых вещей со Староконного рынка. Сейчас пытаются установить его местонахождение. История продолжается. В судебном заседании по рассмотрению иска штаба Саши Боровика объявлен технический перерыв из-за неисправности аппаратуры, которая фиксирует ход процесса. После окончания перерыва заседание начнется заново. Напомню, в полдень в Одесском окружном админсуде возобновились слушания после ночного перерыва. Претензия по Суворовскому району Одессы. Там, по мнению представителей штаба Боровика, были главные фальсификации. Будут новые рассмотрения, как вы уже знаете, свидетелей, досмотр протоколов, их сравнения, исследования и так дальше. Процесс идут вполне позитивно. Нарушений своих прав как стороны или иных действий мною выявлено не было. Пока, к сожалению, учитывая длительность процесса заседания, это более 8-6 часов, конечно, усталость. Я напомню, рассмотрение иска началось еще вчера в 5 вечера. Новые подробности вы узнаете в следующих выпусках новостей. В селе Каменка Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Эту болезнь подтвердила ветеринарно-санитарная экспертиза. Диагноз обнаружили у более 600 голов свиней в возрасте старше двух месяцев. Савранская администрация вместе с МЧСниками и органами внутренних дел приняли меры, чтобы не допустить распространения эпидемии в другие районы Одесского региона. На сегодняшний час было обмежено территорию карантинной зоны. Відповідно до инструкции Министерства агрополитики, были перекопаны все шляхи, не основные. Были прописные пункты поставлены для того, чтобы просто не позволить вывозить свинину, чтобы не расширилось это заражение на другие районы Одесской области и нижние села Савранского района. Компенсировать местным жителям затраты обещают только за больших свиней. Про возврат денег за поросят речь пока не идет. Говорят, что область обещает, вроде бы обещают, что заклали 25 гривен за килограмм живой ваги. А будет это или не будет, никто это покажет, конкретно ничего не говорит. Отмечу, что впервые эту болезнь зафиксировали под Киевом. Далее инфекция распространилась на Черниговский, Сумский, Полтавский и Ровенский регионы. Вакцины от этой чумы нет. Есть только один путь – умертвлять животных бескровным методом, сжигать или закапывать в землю на глубину не менее двух метров. Опасна ли чума для человеческого организма, а также другие подробности о борьбе с болезнью в нашей области смотрите в наших следующих выпусках новостей. Купил себе свитер, второй автоматически отправился в детский дом. Юный одесский дизайнер придумал оригинальную акцию. Как он сам говорит, решил придать смысл обычным вещам. Наша Анна Грынев общалась с украинским стартапером. Подробности расскажет в следующем сюжете. Я подумал, а что если сделать так, чтобы каждая вещь, она давала какую-то, ну, не знаю, мотивацию людям не просто вот носить ее, еще говорить, а не какую-то историю себе несла. Юрий Плеханов уже три года занимается производством одежды под собственным брендом. Идея создавать вещи пришла после просмотра сериала. Тогда парень захотел себе футболку, как у главного героя. Найти эту вещь было очень непросто и дорого. Вот так и начался вещевой бизнес юного одессита. В этом сериале главный герой сам делал футболки. Ну, я хотел ему немного подражать, попробовать, как это. После футболок пошли и другие вещи. Кофты, майки, кепки, значки под своим брендом «Хруст». Дальше пришла идея создавать свитеры с равномерным принтом. Я создал свои чертежи, мне даже приводились впервые в жизни знания о синусах, косинусах, тангенсах, катангенсах. Ну, в итоге у меня получилось с методом проб и ошибок. Я даже получил свой патент на полезную модель, чтобы можно было, ну, чтобы только я имел право на воплощение этой идеи. Совсем скоро молодежный бренд стал набирать популярность в городе. Вещи были современными, качественными, а на бирке гордо красовалась надпись «Made in Odessa, Ukraine». Но именно такая популярность заставила Юру вспомнить о человеческой стороне работы. А что вот если по цене одной вещи делать сразу две? Одну вот человеку, клиенту отдавать, а вторую, ну, где могут понадобиться теплые вещи? Например, свитер. Ну, в детских домах, в приютах. Подарить тепло ребенку из детского дома может каждый. Для этого нужно совсем немного. Чтобы поддержать акцию, достаточно перейти по ссылке. Это ссылка на наш проект на BoomStarter. Зарегистрироваться там, то есть нажать кнопку «Регистрация», и там буквально минуты, и вы уже в проекте. То есть даже не придется ждать и моего подтверждения. И на моем проекте нажать кнопочку «Поддержать проект». Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно собрать полную сумму денег на сайте для стартапов. Если все получится, то каждый, кто поддержит идею, получит себе модный свитер и согреет одного ребенка в детском доме. В каком именно приюте это делать, решать вам. Анна Грынев, Валентин Мирза, Седьмой канал. И пока это вся информация. Следите за новостями на сайте седьмой канал.com.ua и на нашей странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Не ищите информации на других каналах. Все самое интересное только у нас. Увидимся в 16.00. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok